СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ Нет, сейчас мы попросим наших гостей сказать. Люди ошибусь. Хорошо. Итак, приветствие всех нас, наших слушателей. Приветствие на марийском языке. Ну, кто? Все по-разному можно сказать. Пору кечел ташлак. Так, кто еще? Есть какие варианты? Пору кечел, да? Вот, это все. Здравствуйте. Добрый день, да? Да. В общем, наша программа, надо пояснить, сегодня выходит в записи. Мы записываемся в субботу, 18 августа. Почему именно сегодня? Потому что знаковое событие сегодня состоялось, и я непосредственно немножко на нем поприсутствовал, для того, чтобы, в частности, пригласить сюда гостей в нашу студию. Сегодня, внимание, Азиз Алиевич, состоялось учредительное собрание Совета региональной национально-культурной автономии марийцев Кировской области. И самая главная дата, интересная, 18.08. 18.08.2018, то есть знак бесконечности. Да, бесконечности. Бесконечного развития марийского народа. Вот пора представлять наших гостей. Председателем Совета сегодня избрана Наталья Плетнева. Приветствуем Наталью Владимировну в нашей студии. Добрый день. День добрый. Здравствуйте. Здравствуйте. Далее пройдемся, Азиз Алиевич, по списку. Ну, Наталья Горьевна. Пархомова, она секретарь Совета региональной национально-культурной автономии марийцев Кировской области. Да, добрый день. И сегодня у нас еще замечательные гости, которые... Ну, из Кельмези они приехали. Они приехали из Кельмези. Но самое-то главное, что они очень близки к тому, чего мы с тобой любим, Володя. К пению. К пению. Мы сегодня обязательно попросим. Это Ольга Васильевна Морозова и Зоя Васильевна Шапарова. Да, ударение я хотел. Шапарова или Шампорова. Шампорова. Там еще буква М еще есть. Шампорова. А буква М обозначает мысль. Мысль. Да, и в конце мы с вами представляем мужчин, как положено. Валерий Каратаев. Вы тоже участник ансамбля? Нет. Ну, я... Ну, он самостоятельный. Туда стремится, стремится. Стремится. Они просто не принимают. Нам сказали, вы заседаете в районной думе Кельмезской. Да, да, да. Есть немножко, да? Да. Ну, и, собственно, где же проходило это учредительное собрание? Оно проходило на базе Дома дружбы... Подождите, а у нас еще Андрей Васильевич с нами. Так я и говорю, на базе Дома дружбы народов же проходило. И, собственно, руководитель Дома дружбы народов Кировской области Андрей Седавных тоже с нами. Андрей Васильевич, добрый день. Добрый день, дорогие друзья. Здравствуйте, Андрей. Да, ну что, я чувствую, как у вас... Ну что, спасибо Андрею Васильевичу. Да. Он обещание свое сдержал. Спасибо. Он нам обещал, что он сведет нас с марийцами, наконец-то, потому что мы уже два года пытаемся найти марийцев в Кировской области. Три. Три уже. Три уже, да. В чем проблема? Вятский лапать каждый год на всероссийские праздники. Кельмези. Приезжайте, да. Конечно. Да, мы знаем. И вот настал этот замечательный момент. Наконец, марийцы Кировской области в студии «Эхо Москвы». В Кирове. В Кирове. Да, да. На нашей передаче. Ура! Назвать «Союз нерушимый». Вот. И слава богу, что представители коренной народности Кировской области в студии. Я не ошибусь, если скажу, что здесь, на авиатской земле, марийцы-то они изначально... И очень коренные. Изначально очень коренные. Мы по сравнению с марийцами все здесь пришли, все здесь не местные, так ведь? Марийцы коренной народ Кировской области. Ну, я так и сказал. Да, да, да. Я читаю периодические материалы, все истории про марийских богатырей, да, эти легенды, они красивые безумно, да, о том, как сражались, как защищали свою землю марийцы. Так, подожди, ты что ли за марийцев будешь рассказывать нам сейчас об истории, культуре, еде и особенностях марийского народа? Давай уже... Он же родился в Уржуме, Марийцев знает хорошо. Да, он просто не только в Уржуме, он еще и историк по специальности, он много, конечно, читал про это. Ну, все-таки давайте начнем, все-таки вот хочется определиться, что это значит. Сегодня состоялось это учредительное собрание Совета региональной национально-культурной автономии марийцев в Кировской области. Наталья Владимировна, вас избрали председателем, поясните, пожалуйста, что все это значит? Зачем вы вообще это сделали? Насколько долго к этому шли? Дальнейшая работа как будет строиться? Да, действительно, наша автономия образовалась пять лет назад. Мы были первыми, которые открыли свою автономию. Следующими оказались у нас город Уржум, Уржум-Марий. Вы сейчас имеете в виду Кельмесь? В Кировской области пять лет назад мы первые организовали автономию свою. В масштабах Кировской области? В масштабах Кировской. Вторыми у нас оказались, значит, Уржум-Марий, и третьими у нас оказались Кик-Нур-Марий. Пока у нас только в области три автономии местных, национально-культурных. А что значит вообще эта автономия? Образовалась автономия, что это подразумевает под собой? Автономия. Мы работаем на основе, что ли, поднимаем свою культуру марийского народа, сохраняем, развиваем. Не зря же до, можно сказать, 1975 года в Кировской области насчитывалось 120 тысяч, чуть более, наверное, народу. На сегодняшний день марийцев насчитывается всего 28 с небольшим тысяч. 28 из 1 миллион 300, которые официально проживают в нашем регионе? 120, да, да, да. В 120 в каком году было, извините? Значит, до 1975 года насчитывалось 120. А сейчас у нас насчитывается всего, ну, если точнее, по переписи 29 тысяч 598 человек. А что, собственно, поспособствовало тому, чтобы численность сократилась? Уезжают люди? Ну, в первую очередь, конечно... И приезжали говорить на марийском языке, да? Ну, и это тоже, и ассимиляция, видимо, большая. Потому что народ всё-таки уезжает из деревень в города. И как-то забывают, видимо, вот свои... Начинают забывать свои корни, традиции, обычаи. Всё это теряется. Конечно, забываем свой язык. Реже уже и в семьях разговаривают. Много, значит, таких вот традиций, как религиозные обычаи, допустим. Нас уже считают, что мы не только... Там у нас двуязычие, да? Русский, марийский, двоеверие, вот, допустим. Крестьянство, как у русских. Да, традиционно, марийская традиционная религия, как бы называться. Валерий Иванович, сейчас уже не язычество, будем говорить, да? Марийская традиционная религия, так уже у нас принято так. То есть, несмотря на то, что марийцы, в принципе, христиане, да? То есть, христиане, но свои вот ещё доисторические, дохристианские традиции, они ещё живы, вот эти все верования в какие-то божества. И стараются восстанавливать, где-то они поддерживаются. Ну, вот, на юге-то у нас, в Кировской области, это уже сейчас. Ой, слушайте, я так и хочется задать вопрос такой. У нас, в общем-то, вот три, как бы, компактных, да? Три компактных, вот, у нас в Кельмезе. Но вообще, вот вы говорите, не можем там на протяжении трёх лет найти марийцев. Но у нас ведь 11 районов, где компактно проживают марийцы. Почему вы их не можете найти? Нам это удивительно. Мы образно не можем найти, в смысле, пригласить туда, что... Организованно так нас вывести, всё понятно. А сегодня просто невозможно было выпустить такое, да? Как? И там записать. Нам надо, чтобы Кельмеш, Мари, сюда приехали и... Сегодня праздник. Да, и сегодня у нас праздник. Народ Мари — это... Эхо Москвы, Киров. Народ Мари — это народ природы. Поближе микрофон, да? Поэтому, естественно, марийский язык, он всегда был связан с языком природы. Поэтому не зря наши карты, наши, как говорится, люди, которые возглавляют наше моление на природе, да? Они обращаются к природе. А вы, кстати, какие мори? Луговые? Я луговая морейка. Да, там есть луговые, горные есть, ещё какие? Восточные. Восточные ещё, да. Восточные, вот я восточная морейка. Восточная луговая морейка. Потому что я родилась в Башкирии, поэтому, естественно, я к ним отношусь. Но по языку луговых морейцев и расколос я прекрасно понимаю. А, ещё язык как-то отличается. Конечно, конечно. Горно-морейский язык, он немножко другой. Язык к чувашим и татарам. А где горные морицы, там? Космодемьянская. Правая сторона ветки. Волги. Волги. А мы же левую сторону. Мы левосторонние. Интересно. А левая сторона связана с сердцем. А правая сторона... Наталья Владимировна, и вот, собственно, да, вы обозначили некоторые проблемы. Это и забывание, да, собственно, языка и культуры исконной. И стоит надеяться, что сейчас особое внимание будет уделяться этим вопросам. Какие-то мероприятия, концепция как-то по развитию. Ну, да, конечно. Особенно вот Южный район, как Кировской области, вы заметили, наверное, мы постоянно участники ваших различных мероприятий в городе Кирове. Это и... Да не ваших, наших. Да, наших. Наших общих. Это так праздник назывался, не Дружба народов, а Местивятка фестиваль. Мы постоянно участники на протяжении ваших четырех лет, вот, пяти лет. И в июне тоже приезжали, да? Обязательно. Два месяца назад. Да, мы постоянно участники этого фестиваля. Может, даже и были в числе первых организаторов этого фестиваля. Вятский лапоть тоже. Вятский лапоть традиционный праздник в Кельмезе, который ежегодно проходит. Вятский лапоть, да. Но мы там тоже начали, как бы, бют-тюрь-мура-аршаш такой праздник провели. Как это тряпится? Это песенный фестиваль народов Вятки, марийцев народов Вятки. И решили, что это начнём, как бы, последовательно, наверное, ежегодно расширять, да. Как говорится, с каждым годом всё больше и больше приглашать гостей, потому что на основе вот этого праздника учёные Войтович с Петрозаводской научной статьи пишут, потому что песни наши какие-то особенные, как говорят, пентатоновый слог музыки. Пентатоновый? Да, это, ну, если просто говоря, что, если поют наши девушки, не хватает, говорят нот, если просто говоря. Ну, вот сегодня послушайте, может, они вам и споют. А давайте девушек сразу попросим спеть, Алиса Олеевич. Да, конечно. Ольга Васильевна, Зоя Васильевна, это руководители и участники ансамбля. Ещё раз. Кельмеш-мари. У вас хорошо, Алиса Олеевич, вот Кельмеш как-то. Кельмеш-мари. 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 Пожалуйста, Ольга Васильевна, Зоя Васильевна, вы к тому же ещё и в традиционных марийских костюмах. Чуть позже, если успеем, расскажете о них. Там такие ракушки замечательные и всё. Пожалуйста, мы хотим послушать вас. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Спасибо большое. У нас у луговых марийцев и песни такие протяжные, такие, как наши. О чём песня-то была? Там про любовь что-то, по-моему, про мельки было. Мы к вам приехали. А, мы к вам приехали. Мимо лугов ехали мы к вам, цветы собрали. Чтобы к вам повидаться. Цветы собрали, приехали с вами повидаться. Ага, то есть изначально... Любим, уважаем, приехали к вам, чтобы посидеть с вами. Ну, ещё в 75-м году вот был такой танец, или сейчас мы уже, наши забывают, конечно, этот танец, кельмецкий строй. И вот в 75-м году он был поставлен, что ли, или показан в Кремлёвском дворце съездов, что для нас это тоже как бы... Ну, стараемся, конечно, всё это... Как называются традиционные марийские танцы? Марикандра. Хандра, это значит, верёвочка. Верёвочка. Да, это основной танец, например, марийцев в Башкирии, именно восточных луговых марийцев. И у нас даже есть, как говорится, соревнования, так называемые, да, и в 2010 году у нас в этом районе Калтасинском проводился фестиваль, который называется... Это район Мариел, да, по республике? И целый километр у нас как бы образовали вот эти все марийские вот эти, как говорится, организации, танец был. И это внесли потом в вот эту книгу Гиннеса, что самый длинный танец это у марийского народа, который называется ши кондра. Ши это серебряная, а кондра это верёвочка. А в чём особенность этого танца? Особенность в том, что когда мы... Валерий Иванович, можно попросить немножко ближе микрофон подвинуть? Когда мы танцуем этот танец, это вот так называется дробь, да, это дробь мы как бы... Дробь ногами, в смысле, делается вот это? Всю плохую энергетику мы втаптываем в землю матушку, да, и землю матушку просим, чтобы она переработала эту плохую энергетику. И при этом мы как бы щёлкаем пальчиками, да, это означает, что мы энергетику как бы её энергетизируем и поём ещё частушки. И эти частушки тоже вот как раз призыв к энергетике, чтобы... Вот нас это самое вот... Ну вот в этом и есть, да, вот эти многовековые, это как это истоки, вот это корни, да, там... Да, это энергетический танец. Небо в земле и так далее. Ши кондра, да, работа с природой. А скажите, что такое, я вот сейчас боюсь обидеть, а топотуха это что? Топотуха? Ну топотуха это просто самая... Русский танец. Русский танец. Русский, это просто часто, я раньше как-то слышал очень часто. Это русский топотуха, у нас это топотухи. А у нас дробь. Ну я говорю, да. Кандра. Кандра, это верёвка. Это уже пятое слово, которое я выучил. Да, почему этот танец именно Кандра? Потому что в этот танец можно, как говорится, включаться... Это убашки Кандра? Да, включаться в морийский... А у нас восьмёрка. Ага. Да, это самое. А у нас восьмёрка. Да. И ещё круг. Это круг ещё. А кругу это морийский танцует. Да. Это без королей. Восьмёрка, наверное, это тоже символ какой-то. Да, конечно, бесконечность. 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 То есть это непосредственно вот этот символ бесконечности, да? Да. То есть вы не только втаптываете отрицательную энергию в землю, но вы это как бы куда-то в бесконечность... Мы возрождаем энергетику. Понятно. Потому что жизнь продолжается. Ну, к сожалению, тут мы, конечно, станцевать не сможем. Ну, ввиду размера в студии, да? Покажем мы трое, это четверо за час. Тут место-то есть, в принципе. Ну, может, да. А, я забуду. У нас хромает сегодня артиста. Почему? Нога сном анонима. Он ведь ещё тоже будет петь, я так понимаю. Нет. Там надо приплясывать. А у меня не выходит. Я, вот, интересно, анекдот вспомнил. Анекдот приличный? Марийский? Ну, не марийцы, а проморийцы. Ага. Может, кто-то слыхал, а вот 75-й год вспомнили. Тоже в 70-х годах, ну, два студента учились в сельхозинституте здесь. Вот. Один на агронома, а другой на... Инженера? ...охотоведа. Здесь же было на два все союзных. В Иркутске здесь. Вот после окончания уехали один в Кировскую область колхоз агрономом, а другой, марийскую, охотоведом. Ну, вот, потом письмо пишет один. Вот, я тут, агроном пишет, колхозе тут копаюсь, да что-то в этот. Ты хоть как живёшь? А он тут. А я, говорит, тут в это, марийской охотоведом работаю. И марийцев гоняю, говорит. Потом написал, пишет агроном, ты мне, говорит, пошли парочку, говорит, на воротник. Вот, что знали, слово-то марийцы. Это не зайцы. Я думаю, что это, да, это анекдот про тех, кто не очень знает, осведомлён о марийцах. Ну, это их беда. Но вот у меня вопрос всё-таки такого рода. Скажите, вот, ну, раз вы говорите про традиционную марийскую религию, не буду называть это язычеством, будем говорить. Традиционную. Значит, марийская религия, в чём её особенность? То есть, что, ну, какие-то главные моменты? Потому что, например, я достаточно слышал о том, что иногда, нечаянно, побывав в каком-то там месте силы там у марийцев, ты можешь обидеть непосредственно, так сказать, марийцев, да, потому что, ну, не зная там какие-то особенности, вдруг там, ну, наступишь не туда, рукой махнёшь не в ту сторону, там, и так далее. Вот так вот, если можно, немножко популярно. В чём особенность? Да, на чём, Наталья Игорьковна? Да, место, где молится марийца, называется ОТО. Как это переводится? Ну, это переводится место, да. Место, просто место. Да, место для того, чтобы обратиться к природе. Там выбирается дерево определённое, священное, да, и вот около этого дерева вот происходит всё это мероприятие. Там обязательно, значит, перед этим деревом у нас устанавливается столб. На этом столе мы выкладываем наши продукты, которые... Одни момент, это дерево может быть любого сорта, или это дуб, там, ясень, или что это? Да, вот, в каждой регионе разное. У нас в Башкирии, например, только дубы выбираются. У вас только дубы. Да, а здесь вот у Чумбулата, например, там берёза. Вот это самое там. У нас сосны вот. Да, где-то сосна выбирается. Где у вас сосны? Ну, вот, в Кельмезе. В Кельмезе. Есть там. Атиково, да. Ну, это роща целая даже называют. Либельная роща. Да, Юмота. 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 Юмота – это Бог. Ну, Ото – место, Юмота – Бог. Место Бога. Да, место Бога, правильно. И эти места, они, ну, так сказать, не в любом месте там, в лесу, а именно, как бы, либо возвышенные. То есть выбранная, как бы, всё-таки сила природы. И там обязательно должны быть ручейки. Вот ручей – это символ жизни, так ведь, да? Дерево – это символ роста. А все наши слова, которые мы произносим, потому что всякая вода, если мы туда произносим слова, она энергетизируется, естественно, да? И поэтому люди, которые пьют эту воду, естественно, они оздоравливаются. То есть там люди собираются, молятся и потом пьют воду? Да, там вода, набираешь воду, и вот это вот как раз вода. А вот про стол вы сказали. На столе находятся все наши явства. Там ближайшие обязательные, да? Про это нам тоже подробнее. Мы с Володей любим про явства. Да, это гастрономические темы. Кто чем богат, тот и не. Это явство Азиз Ильевич для высших сил. То вы что? А я думал, что явство всегда для обычных сил. Высшим силам, наверное, не требуется питание. Эта еда все равно освещается, читают карт молитвы, освещается и просят здоровья для своих детей. То есть еще раз, карт — это то священник, который ведет молебень в этом юмото. Да, потому что вот эти все молитвенные слова, они произносятся именно перед этим столом, перед этим деревом. Окей, вот я как бы не последователь вашей традиционной религии, вдруг, нечаянно оказываюсь во время вашей молитвы. Это возможно, в принципе? Или лучше, если я не последователь, то мне лучше туда как бы и меня не пустят туда. Да, мы пригласятся с удовольствием, потому что вы просто внедряете свою энергетику этих людей. Там, например, на горячем булате гусли играют. Под эти гусли как раз эти молитвы произносятся. И любой человек, который туда подходит, естественно, он становится таким благодушным, добрым. То есть никакие злые мысли уже там у этого человека То есть он обменивается, этот человек, кто бы он ни был, вы с ним тоже обмениваете вот этой энергетикой. И в том числе он может участвовать в этом обмене непосредственно. Покушать ему тоже дадут? Обязательно. Потому что там обязательно у нас в котле варится еда. Акпатер, да? Да, еда. Обязательно. Или быка. Овечка или бык. На такие большие праздники. Метелёнок. Могут и птицы. А после того, как мы это мясо употребили, то кости обязательно сжигаются. То есть никакого мусора от нас не остаётся. Пусть и шерсть, это кровь, всё в костёр кидается, это как жертва. Понятно. Всё сгорает, да. Попробуем. Давайте вкратце, у нас пара минут до перерыва остаётся. Давайте вкратце про марийские праздники традиционные. Поговорим. Перечислите их, пожалуйста. Они у всех народностей, по-моему, одинаковые. Ну, приуроченные, например, весна, наврус, да? У мусульманов. Ну, вот, наверное, есть ли синий праздник. Симак. Симак. Тоже праздник наступления. Шорт-йол, допустим, если с января начнём. Дальше идёт Пасха. Но вы говорите как бы сразу, вы вот назвали как-то ёл, как? Шорок-йол, овечья нога. Шорт-йол. Шорт-йол. Это зимний праздник. По-другому, зимний праздник. С 22 декабря, с равноденствия, вот он начинается и до зимнего. Это ведь солнышко на лето поворачивает, и праздник пошёл. 25 декабря. Русских это Рождество. Да. Ну, это Рождество не по-христианскому, а именно в декабре. Понимаем. Хорошо, в декабре дальше пойдём. Правильно. Дальше пойдём. Пасха следующая, да, у нас Пасха по... Семь, как у всех. Ну, как у всех, она каждые годы набрала. Верня, Масленица. Масленица, Верня. Вот Масленица, Верня. Мы очень любим, как это, в Ешкараву. Всегда съездить, нас очень приглашают, любят наш коллектив. Мы всегда там постоянные участники в этот день. А чем-то отличаются от нашей Масленицы? Да, я хотел спросить, отличаются или не отличаются? Ну, в основном, я думаю, что нет, 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 сейчас уже нет такого отличия. Не зря же все эти русские праздники, марийские праздники, они переплелись, и как бы они сравнялись, и нет таких особых различий. Так, блины отличаются, Наталья Васильевна. Чем они отличаются? Вот Андрей Васильевна уже знает. Про блины расскажите. Его, видимо, уже марийскими блинами. Ну, вот, например, бивни. Вот замечательные, замечательные, прекрасные блины. Придем с Натальей Григорьевной отдельно принесем блины. Наталья Григорьевна что-то хотела добавить. Договорились. Самое главное, наш марийский, это, как говорится, блюдо, которое называется куман-мелна. Что это значит? Значит, это значит блин, сверху еще у нас накладывается там, значит, пшена, потом там и творог можем, это самое масло. То есть куман-мелна, это значит блин с наслоениями. Вот это называется как бы вот куман-мелна. Слоеное блин. Это вот на масло. Сделают наслоение и снова в печку поставят. Куман-мелна. Если дальше пойти, следующие праздники. А, есть, например, праздник цветов. Праздник цветов, это распространенный праздник. Праздник цветов, это весна, да, уже? Лето. А лето уже? После посевной. Когда праздник цветов? В Троицу. Уборка урожая у гинди называется у нас. У кинди. Первого суббота. Ну, подождите, уборка, это уже... В Левш-Майраме это в Троице. Уборка начинается, когда урожая. Праздник у нас начинается у гинди. 2 августа всегда отмечается это. А праздник цветов когда? Это окончание посевной. Да. Во время у гинди? Нет, нет, нет. Пеледиш-Пайрам это окончание всех посевных работ, отдых перед... А, пеледиш. Да, отселись перед сенокосом. А у гинди перед уборкой хлеба. А у гинди перед уборкой. Там тоже праздник. Это как июнь, наверное, да? 2 августа или июнь, да? А в Башкирии у нас еще есть в июне праздник, который называется вместе с татарами, называется Сабантуй. То есть праздник плуга, когда начинается посевная, вот как раз посевную закончили, и вот этот праздник, вот у нас этот праздник Сабантуй, он по всей Башкирии, и марийцы, и татары вместе мы празднуем. Дальше, дальше осенью что-то сродни Успению, возможно, когда уже поворот уже на зиму, первый снег уже. Что-то есть там? У нас есть там праздники Микола, да что-то такие. Ну, у нас по деревням отмечают уже. Христианские идут. Например, мало кто, есть такой-то вот праздник Микола, например, где-то Азиково там деревня, другой праздник уже отмечается, а как-то у нас по деревням уже отмечают. Раньше просто приезжали с районов, допустим, с Малмышского района, там на 5, 7, 10 лошадях приезжали, допустим, в деревню Азиково, ну, это в день Никола, видимо. И вот элементарно, значит, они ходили по гостям, ели, пили, угощались, никого не было никогда пьяных. И в конце последний день, два, они начинали угощать, говорят, своими уже явствами, то, что привезли сами, и самогонка, и всё. Также как бы уже они, гости уже проходили по тем людям, где они уже были, и кого-то хотели отблагодарить. Ну, такие были традиции. И никого никогда не было пьяным, из дома в дом. Ну, таким образом, информации обменивались, где-то, может, невест присматривали себе, привозили, да. Мои родители так и познакомились. Мой отец из Малмышского района, деревня Арык, приехал, приехали в гости на лошадях в Кельмейский район, деревня Азиково. Там он приглядел мою маму, она ему приглянулась. В общем, понравились друг другу. Да, и вот на память, он должен, например, у девушки забрать варежку, это было зимой. Он у неё варежку забрал, и потом с этой варежкой уже приехал через месяц свататься к ней. Сколько было родителям в то время? Как солнышко. Ну, после войны это где-то было. После войны. У меня тоже история такая. В Сатнурио, короче, у меня дед был или прадед уже, получается, и он присмотрел также себе невесту. И в то время пять лет служили в армии. И вот она, видимо, строго вот эти пять лет смогла как бы выдержать, ну, дождаться, что ли, его. И вот он приехал. Она, видимо, вышла за водой с вёдрами. И, как история рассказывает, вёдра остались, коромысла остались. Как бы там, а невесту увезли. Вот таким образом моя бабушка-правабушка оказалась в Кельмезе в Азиково, в деревне Азиково. Я прошу прощения, небольшая чисто символическая пауза сейчас после неё продолжим. Продолжается программа «Союз нерушимый». Мы сегодня общаемся с представителями Марийского народа. Марий, да, в Кирове состоялось учредительное собрание Совета региональной и национально-культурной автономии Марийцев Кировской области. Вот мы сегодня душевно пытаемся о культуре, о традициях Марийского народа. Да, и у нас сегодня представители Башкирской, Марийцев Восточных. Кюльмеш Мари. Кюльмесь, я уже перевожу. Какой Мари? Ну, я тоже основа у нас Кюльмесь Мари, так как сегодня у нас региональная автономия образовалась. То есть вы теперь? Да, можно сказать, председатель региональной автономии ВИЧа Мари. Андрей Седов, мы-то руководитель Дома дружбы народов в Кировской области тоже с нами. Вот сейчас в перерыве как раз-таки Наталья Владимировна начала говорить о каком-то научном исследовании. Очень хотелось бы, чтобы это прозвучало как раз в эфире. Венгерские ученые в 1905 году как бы два научных руководителя побывали в Кировской области. И в семье Корниловых, поселке Кюльмесь, видимо, семья была такая небогатая, как пишут там. Жили они, наверное, дня, недели, не знаю, месяца три, наверное, они жили там. И увезли очень много большой, богатый материал. Ну, они записывали, записывали истории, всевозможные воспоминания. Кстати, вот сейчас в этнографическом музее города Венгрии в Будапеште лежит 20 фольклорных записанных этнографических песен. Очень много, значит, вывезено было, как пишется в книге, национальной одежды, украшений и просто предметов быта. И сейчас наша цель как бы встретиться с представителями Венгрии, что ли, и обсудить этот вопрос и в один из, может, ближайших времен, может, грантом это у нас пройдет, может, еще как-то собраться вот всем ансамблем и побывать, выехать, конечно. Потому что уже как наш ансамбль побывал и в Москве, постоянный участник Удмуртии на праздниках всем их, постоянный участник, значит, и Вишкороле праздник, и Ошпеледыш, и, да, международный фестиваль Крутушка. Сейчас вот, видимо, подошла очередь, что ли, побывать в Венгрии, Будапеште. Я хочу напомнить, что Венгрия, как и Марицы, относятся к финно-угорской группе. Да, 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 я как раз хотел вставить, еще не успел, да, напомнить. Что в братья. Братья. Конечно. Вот это. Кстати, нашла 1906 год с 15 июля до середины августа. Юлия Херман Вихман в семье приобрела Кузьмы Корнилова необходимые вещи, предметы быта. Получила от них все необходимые сведения. И вот это Вихман Юрия и Вихман Херман. В общем, написана книга «Марийский текст» с приложением словаря. В общем, в 1923 году все это выпущено. Там идет описание женской одежды, изделий из лубков, лыка, обработка зерна и все прочее. А мы можем сейчас назвать предметы, которые... Да, у нас Ольга... Женская и, может быть, мужская еще. Ольга Васильевна, Зоя Васильевна у нас как раз в национальных «Марийских» костюмах. Расскажите, пожалуйста, основные элементы на голове у вас. Зоя Васильевна Шампорова, она у нас сама вышивает. Очень любит и кому-то и подарить все эти... По-марийски, да. Да, все сделано своими руками. Вся одежда. На голове платок? Это называется тюрик. Тюрик. Да, это одевается девушке, когда она замуж вышла на второй день. То есть вы сегодня замуж выходите? Вышли уже. То есть девушка замужняя обязана носить платок? Да, женщина замужняя. Женщина замужняя. Ну, женщина замужняя. А смысл в том, чтобы волосы были закрыты? Да. А незамужняя может ходить без платка? Да. Да и, собственно, так со стороны можно различить. Так это замужем, это незамужем. А что носит незамужняя на голове? Платок. Или косу с ленточкой. Обруч или косу с ленточкой. Понятно. Хорошо, на шее у вас? Ну как, ожерелье прямо такое вот. Для красоты. Как называется? Шуеш шееш пилищ. Шуеш пилищ? Шуеш шея пилищ повязка. Шуеш пилищ. Повязка на шею? Да. Там и ракушечки, и бисер. Ракушечки каури как бы походят на змеюную голову, и они должны оберегать от злых духов. Отпугивать злых духов. Понятно. И со дна морей, по-моему, это бывает. И все вышивки, которые на груди, на голове, вот эти все вышивки у женщин бывают на груди, у мужчин и на талии, и вот здесь спереди у мужчин. Это все обозначают обереги. От злых духов, от сглаза. Если беременна женщина, то, как сказать, чтобы оберегала ребенка. То есть они отличаются, эти вышивки? Вышивки отличаются, например, Кельмецкий район, одни вышивки, Малмышский район, уже другие вышивки. А, то есть знатоки могут определить, да? На вид уже. Откуда Мария? Значит, вместо ракушек раньше использовались змеиные головы. Андрей Васильевич, трактовка. Нет, я спрашиваю, спрашиваю. Это вопрос. Если каури похожи на змеиные головы... Раньше ходили все равно эти лоточники, как раньше, как корабейники или как называют корабельники, ленточки продавали в деревнях. И вот привозили в деревню Морийске еще и вот такие украшения с юга. Это же с Черного моря. А может, да, Наталья. И действительно, 11 районов у нас, и все они ведь у нас разные. Все свои национальные одежды. Вы не увидите вот наших кельмецких или вот таких, как наши девушки в других районах? В Жомском районе и у реки уже другие. Вот эти ракушки для всех морейцев обязательно? Может быть, кто-то там будет нашли когти медвежьи и будут носить? Нет, у восточных луговых морейцев у нас в основном место украшения монеты. Вот на всю вот эту ручь у нас монеты. Это символизирует отпугивать злых духов тогда? А так звенит и шумит. Звоном серебряным. Серебро же тоже считается, как что-то плохое. Это как колокольчик. Он сам отпугивает злых духов. Так, вот жилетка. Шобор называется. Шобор называется. Не жилетка, шобор называется. Ага, вот она. И сзади тоже. С рукавами. И пояс обязательно. Пояс. Да, пояс тоже с оберегами обязательно. Пояс тоже с оберегами. Да, везде и все обереги. Иностранные монеты у вас. Так. Ладно, не будем рассказывать. А почему так много монет? Вот мне всегда было интересно. Почему монеты это одно из основных украшений? Богатство. Богатство. Свидетельство, достатка. Свидетельство, достатка. Притягивать. Или наоборот свидетельство, достатка. Притягивание и свидетельство. Это все же натуральное. Это где-то сумма. А там с такими монетами в любое заведение зайдешь и расплатишься. Чего ты, Володя, спрашиваешь? Раньше все эти продырявленные были, эти копейки. Да, да, да. Да, я помню. Это поделка. В детстве советские вот эти копейки. Да, да, да. И золотые монеты были, и серебряные. Да, да. Потому что колени, это, как говорится, вот левые колени, это мама, правые колени, это папа. Естественно, ты, когда сохраняешь свое почтение своим родителям, то колени всегда должны быть закрыты, защищены, то есть ты о них помнишь и их любишь. Ой, какая интересная трактовка. Понял, да, почему колени закрывать надо девушки, женщинам? А молодые девочки, они этого не знают. Сохранять уважение к своим родителям. Вот это да. Еще следующий наш фартук. Фартук, да? Да, фарточек, ага, тоже красивый, очень вышитый. И молодые девушки тоже должны были носить не только платье, но и фартук. Без фартука нельзя было появляться в людях. А почему? Если она появляется на людей без фартука, это считалось, как бы она в ночнушке ходит. А, как в исподнем, да, уже в таком? Да, в исподнем, она, получается. Если надела фартук, лоток на голову, ну все, значит, она уже нарядилась. У нас буквально пара минут остается, вот еще о чем хочу спросить. Подожди, а сапоги? А, сапоги, это про одежду-то. Обувь, в общем. Обувь. А можно я еще один религиозный вопрос задам вам? И я, наверное, уже будем на этом завершать, и будем договариваться о следующей встрече. Скажите, во всех религиях какие-то заповеди есть, все знают эти заповеди. Вот в марийской традиционной религии, вот каждый человек должен чего-то знать, вот каждый, тот, кто последователь, он чего-то должен знать наизусть. Первое, второе, третье, четвертое. Ну, например, человек отправляется в путь, какую-то там молитву про себя читает. Ну, наверное, вот один из первых, любить и почитать родителей. То есть это одна из первых заповедей, да? Да, у меня дед был ведущим этой молитвы, у меня есть марийская молитва такая. Картам был. Да, Картам он был. Отец у вас был. Да, Башкир, это дедушка мой по отцовской линии. Вот он всегда говорил, сначала обращаешься. Это молитва? Да, это как... Что это означает? Говорите, пожалуйста. Ты обращаешься как бы к высшему роду, к Богу и говоришь, Боже, благослови на добрый путь, чтобы в этом жизненном пути быть всегда в здравом уме, здравыми словами, здравое чувство, чтобы у тебя были, и здравая любовь к близким и к окружающему миру. Вот такой вот самый смысл получается. Ну, можно параллели проводить, да? Можно массу параллелей проводить. С самыми культурами, да, да, да. Так, как говорил один мудрый человек, все мы братья. Да, конечно. Спасибо большое. К сожалению, вот времени опять не хватает. Быстро пролетело время нашей встречи. Спасибо большое. Обязательно будем договариваться о наших следующих встречах. Программа наша продолжается. Союз нерушимый. Благодарим. Особое спасибо, Андрей Васильевич. Да. За то, что получилось сегодня увидеть наших гостей в нашей студии. Очень, очень рад. И благодарим гостей. Спасибо. Да, и, кстати, напоминаю, что программа эта записана, и аудио и видеоверсию вы можете потом найти на сайте нашей радиостанции eho.kirovo.ru. Так что добро пожаловать. Спасибо. Союз нерушимый.